Приветствую вас! Для начала хотелось бы как-то сформулировать, собственно, конфликт, собственно, противоречие, которые у вас есть. Вы говорите о том, что потеряно, вы говорите о том, что находитесь на распутье, вот. Но в чем именно распутье, в чем именно конфликт, в чем именно потерянность ваша заключается? То есть я хочу сказать, что вы же сами понимаете, что можно и учиться, можно и заниматься спортом, особенно, если обучение дистанционное, например, да, то есть вам даже не нужно будет посещать занятия и так далее, все это делается на расстоянии. Вот. Вопрос в том, в чем конфликт. Вот. Определите конфликт, определите конфликт. И далее, соответственно, уже исходя из ситуации конфликта, можно будет о чем-то говорить. Вот. Потому что пока то, что вы предлагаете, да, просто советы, то есть как бы кто-то вам скажет учиться, кто-то вам скажет выступать, это советы, это по части, наверное, больше друзей, потому что психологи не дают совет, вот. Своё состояние вы описали достаточно хорошо, вы потерянны. Вот, соответственно, потерянность, это своего рода апатия. Апатийное такое состояние, да, когда ничего не хочется, когда чувствуете себя подавленным, вот, и так далее. И только вся, в общем-то, в том, что подавленность обеспечивается как раз таки именно давлением на вас, влиянием, воздействием на вас некоторых сил, центробетных сил. Силы эти, в принципе, они бывают разные, да, то есть это могут быть внешние социальные силы, это могут быть внутренние какие-то барьеры, внутренние запреты, ну, по сути, установки, которые были интроектированы вам, вот, то есть внедрены вам, вложены вам, вот. И, соответственно, это всё может вызывать противоречия. Вот, именно разобраться с тем, что именно конфликтует вас, и вследствие чего появляются потерями, это задача психолога. А по поводу того, чем заниматься, я полагаю, что вы уже сами решите после, чем заниматься. То есть, в принципе, занимаясь боксом, вы можете сделать карьеру, потом работать тренером, то есть обеспечить себя на всю жизнь, если вам нравится. Учиться также можно, но, опять же, по моему мнению, чтобы дело получилось, нужно заниматься чем-то одним, фактически. То есть, главное дело должно быть. Второе дело, оно, как бы, может быть, но оно именно второе. То есть, в зависимости от свободного времени, вот. Поэтому определите для себя, каким значением вы наделяете бокс, и каким значением вы наделяете образование. Вот. От чего вы больше получаете удовольствие, от бокса или от учебы? Для чего вы занимаетесь боксом, и для чего вы будете учиться? Вот. И там, и там можно сделать карьеру, и там, и там можно достичь многого, если прикладывать усилия. Вопрос, вопрос в том, хотите ли вы, вопрос в том, вот, как бы, чем обусловлена ваша потерянность. Вот, исходя из этого, уже и можно будет двигаться, и вам. Вот. А, значит, что я могу сказать? Ну, если у вас в армии нет психолога, да, и если у вас нет возможности поработать с психологом, хотя мы взяли несколько консультаций, то дождитесь демобилизации, вот, и тогда уже первым делом обратитесь к психологу для корректировки вашего пути. И потом будете заниматься тем, что, чем хочется. Вот. А психолог вас, может быть, будет поддерживать периодически. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!